Всем-всем огромный привет! Меня зовут Валди и вы на канале Грильджи Гид. После некоторой паузы на ютубе я продолжу свою одиссею на ютубе с пиццей. Это, наверное, самая ленивая пицца на ютубе. Ну, я вам скажу, что она очень-очень вкусно. Быстро приготовляется и очень вкусно. Ваши детишки, да и взрослые, очень будут рады такой пицце. Быстро и вкусно. Для приготовления этой пиццы нам потребуется немного. То есть откроем просто холодильник и посмотрим, что у нас там есть. Есть у нас балгарский перец. Порежем его такими дольками тонкими. Есть лучок, зеленый лучок. Порежем его тоже. Есть петрушка. Пожалуйста. Помидорчики тоже можно порезать. Это уже, как говорится, на ваш вкус. Что у вас есть в холодильнике? Колбаса. Есть открытая колбаса, она уже лежит. Надо ее использовать. Используйте колбасу. У меня это турецкая колбаса. Суджук. Кто бы в Турции знает эту колбасу. Мне много перца и много чесноку. Но она очень вкусная. А также нам потребуется два яйца. Два яйца просто взбьем для однородной массы. Примерно такой однородной массы взбьем яйца. Следующим потребуется лаваш и немного потертого сыра. Сыр, конечно, какой у вас имеется в наличии или какой вам просто в вкусе. И на этом пока все. Итак, газовая плита, электрическая плита не играет никакой роли. Я это делаю на газовом гриле у меня на улице. Вы делаете это просто у себя на кухне. Итак, нам потребуется еще сковородка. Мы ее немножко нагреем и выключим газовую плиту и электрическую плиту. Потом немножко сливочного масла и обмажем нашу сковороду. Первым, конечно, положим лаваш. И теперь половина, то есть, скажем так, одно взбитое яйцо на этот лаваш. И распределим его по всему лавашу. А теперь формируем нашу пиццу как по нотам. Сначала, конечно, положим колбаску, потом болгарский перчик, зелень. Если вы порезали помидоры, положите также помидоры. Я не хотел ложить помидоры. Я хотел... С помидорами, я думаю, пицца будет такая более-менее мокрая. А мне хотелось хрустящую пиццу. В общем, вот так формирую я свою пиццу. Вы можете делать, как вы хотите. Как вам вкуснее и как вам красивее. И также немножко потертого сыра. Мы почти заканчиваем формировать нашу пиццу. То есть, распределим остаток, то есть, одно яйцо примерно, этот яичный соус равномерно по всей пицце. И последним, как всегда, на пиццу что ложится? Конечно же, сыр. Вот сыра кладете, как вы любите. То есть, если много, значит, пицца будет такая жирноватая. Поменьше, значит, она будет более-менее пресноватая. Закрыли крышкой. Вот теперь включим комфорку газовую и электрическую на самый минимум. И три минуты, не открывая крышки, ждем. Прошло три минуты, выключаем комфорку. И ждем еще три-четыре минуты. Комфорка выключена, а вот смотрите, процесс под крышкой идет дальше. То есть, пицца готовится дальше. Все, прошло четыре минуты, готово. А теперь пицца должна пройти тест. Первый тест, это она должна быть хрустящая. Сейчас посмотрим. Просто разрезая, услышим этот звук. Вот так хрустит пицца. Это, конечно, не итальянская пицца. Но она хрустит. Вот, послушайте. Точно так же, как итальянская. И очень вкусная. Быстро и вкусно. Я думаю, что этот рецепт имеет, как говорится, место под солнцем и на ютубе. Быстро и очень вкусно. Всем желаю приятного аппетита. Оставайтесь здоровыми. Заходите в гости. И, как всегда, у нас в Германии. Чус и auf Wiedersehen. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...